Первое, что нужно сделать, остановить кровотечение любым способом. Если крови потеряно много, пострадавший бледен, кожа на ощупь холодная и влажная, уложите его и поднимите ноги. Дайте воды. Промывайте рану чистой проточной водой в течение нескольких минут. Используйте мыло, если оно есть. Помните, рана уже инфицирована. Сделать ее стерильной невозможно. Ни в коем случае не используйте для обработки спиртосодержащей жидкости. Эти средства вызовут дополнительный химический ожог. На обработанную рану наложите чистую повязку и как можно скорее отправляйтесь в ближайший травмпункт. Там врачи проведут дополнительную обработку раны и предложат экстренную вакцинопрофилактику. В нее входит антирабическая вакцина и вакцина столбника. Основанием для принятия решения станет ветеринарный паспорт. С указанием даты последней проведенной вакцинации от бешенства. Требуйте от хозяина укусившего вас животного именно этот документ. Если вас укусило дикое животное, никогда не отказывайтесь от прививки. Вирус бешенства смертелен. Он убивает человека в течение 10 дней. После введения первой дозы антирабической вакцины поинтересуйтесь у специалиста о следующих визитах на вакцинацию. Не пропускайте и не переносите дни вакцинации. Отправляйтесь домой. Не мочите и не трите место укола в течение первых 24 часов. Светлана Владимировна, чем-то хотели дополнить еще, Алексей? Я хотела дополнить, конечно, здесь стараются остановить кровотечение. Конечно, если это артериальное какое-то такое массивное кровотечение, то, конечно же, его мы останавливаем. Сосок перекусил животное. Но если это незначительное кровотечение, мы, наоборот, даем возможность больше количества крови вытечь. Почему? Этим мы очищаем рану от вируса. Чем меньше вируса попадет в рану, тем меньше вероятность того, что он дальше будет развиваться. То есть количество вируса, попавшее в организм, оно напрямую связано с возможностью заболевания. То есть здесь, скорее, не остановка кровотечения первичной, если действительно оно не жизнеугрожающее, а промывка рана. Промывка и кровотечение пустит. Поэтому щелочным растором в идеале, почему мылом щелочным? Потому что в щелочной среде вирус также погибает, бешеный. Это доказанная факта. Это так же, как и если есть раны, даже косметические угрожающие, то есть не наносят швы. Почему? Потому что каждый укол – это новые ворота, источник инфекции. Поэтому стараются не зашивать раны именно при укусах собак, а какие-то наводящие швы. Чтобы можно было оставить выход для лишнего вируса, скажем так.